Густонаселенный завокзальный район. Рядом строящиеся дома и перинатальный центр. Он сейчас достраивается, а вместе с ним и благоустраивается микрорайон. Выполняется благоустройство территории после проведенных работ, а именно восстановления асфальта, на всю ширину проезжей части с установкой бордюров, какого раньше не было. Объем уложенного асфальта будет составлять около 2000 квадратных метров. Как раз по договоренности с подрядчиками выполняется ряд необходимых строительных работ для жителей близлежащих домов. Например, через территорию ТСЖ по переулку Дагомысский-6 будет проходить газовая труба. За это жильцы многоквартирного дома попросили сделать им подпорную стену и благоустроить придомовую территорию. Пройти невозможно было по отмазке дома. Уже очень угрожающая ситуация была. Ну вот, согласно договору, который мы заключили с периментальным центром, они нам исполнили работу. Этой подпорной стеной мы очень довольны. Все у нас прекратилась проблема, оползневая на территории нашего дома. Работы ведутся и по переулку Дагомысский, и по улицам Дагомысская и Чебрикова. Не оставляют без внимания и заезды во дворы. Конечно, строительные работы – это всегда временные неудобства, но жители микрорайона понимают, что все, что здесь делается, это для них. Водители просят не парковать в ближайшее время здесь свои машины, потому что дорога будет заасфальтирована. Шумно сегодня было. И на Волгоградской здесь пилили аварийное дерево. Жильцы 30-го дома получили поробочный документ, согласно которому кипарист нуждался в сносе, так как представлял серьезную опасность для газопровода. Хорошо, что там на стойку попало. Если бы упало дерево, газовая труба поломалась, пошел бы газ. Не дай бог бы, загорелось бы здесь, и люди пострадали. Беду не допустили. Вовремя обратили внимание на аварийное дерево и обратились в лесопарковое управление за разрешением на снос. А уже администрация Центрального района сегодня выполнила работы. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова